Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. Вчера я говорил, что сегодня вас ждёт достаточно интересная тема. Ведь пиксель-арт можно создавать не только в 2D пространстве, но и в 3D, так называемые воксели. В подобном воксельном стиле было сделано уже немало игр, и, пожалуй, первый из самых популярных представителей с Google Play это Crossy Road. Правда, несмотря на то, что их делают немного в другой программе, которая называется Cubicle, но так как не у всех есть, например, тысяча, точнее не все готовы её потратить на подобную программу, то я нашёл бесплатную альтернативу под названием Magic Evoxel. Это достаточно простая, интуитивная и, тем не менее, очень мощная программа, в которой можно создавать 3D-модели для своих игр. Но, опять же, 3D-модели в определённой стилистике, и тем, кто увлекается пиксель-артом, эта тема и вообще эта программа будет достаточно интересна. В этом видео я сделаю что-то вроде небольшого обзора по этой программе, и если вам будет интересно, то я продолжу создавать по ней видео. Ну что ж, поехали. Скачать эту программу бесплатно можно на её сайте. Чтобы её скачать, кликаем ссылку на гитхабе, и здесь нажимаем кнопку «Download». У нас скачается такой вот архив. Далее просто извлечёте программу из архива и запускаете. После того, как вы её запустите, у вас появится что-то вроде такого. И если любопытство распирает, можно уже сразу попробовать здесь что-то сделать, понажимая на этом несчастном кубике. В принципе, как я и сделал с самого начала. И, возможно, у вас проснётся вдохновение, и вы сделаете классную крутую игру. Шутка. Не всё в этой жизни так просто. Итак, навигация в этой программе. А, здесь действительно всё просто. Значит, удерживая колёсико мыши, можно вот так вот перемещать саму камеру. Удерживая правую кнопку мыши, можно вращать камеру вокруг объекта. Естественно, отдаление приближения с помощью колёсика тоже, но уже без зажатия. И, в общем-то, на этом с навигацией здесь всё. Так же, будет не лишним посмотреть примеры, какие можно сделать в этой программе. Начиная с обычных кубиков 3х3 пикселя, которые вы чуть позже поймёте, для чего здесь вообще находятся. Далее 8х8. Моделька башни. Даже, пожалуй, это что-то вроде замка. Но, тем не менее, больше похоже на большую башню. Далее уже идёт персонаж. Рыцарь такой вот, анимешный. В общем, здесь можно полазить и найти разные интересные вещи. И, конечно же, потом узнать, как это всё делается. Вот, кстати, пример какого-нибудь уровня для игры, например. Или просто, так сказать, ассета. В общем, здесь есть где разгуляться. Поэтому, я думаю, что эту программу действительно стоит изучить более подробно. Ну, кстати, гугловский динозаврик. Ну, а мы, тем временем, перейдём уже к более глубокому изучению. Значит, создав новый документ с помощью Ctrl-M, как, в принципе, и в любой другой программе. И размер, как бы, модели, вообще, вот этого рабочего пространства мы указываем вот в этих координатах. Под названием Size. Естественно, координаты по X, Y, Z. И после того, как мы их укажем, нажимаем кнопку Fit Model Size. Я, например, хочу сделать что-то вроде башенки, поэтому мне нужно по оси Z немного увеличить. Допустим, до сотни. И, как бы, видим вот эту сетку, которая уже вот так вот резко поднялась. А, значит, по X тоже, пожалуй, прибавлю в два раза. И в два раза можно прибавить по Y. Ориентироваться по осям можно с помощью вот этого вот эгизма, который как раз отображает цвет каждой из осей. Ну, и, конечно, ещё написано, где сейчас написано, консоль, а здесь вот написаны координаты, так сказать, курсора, где он сейчас находится. Поэтому наверху в сайте те же самые координаты. Далее, рядышком есть, естественно, кнопки Отменить и Повторить. А это, в принципе, всё очень просто. А вот эту вкладку Edit можно прятать, как в собственной вкладку File. Я вообще нажимаю на любую из этих вкладок, мы её как бы вот так прячем. И чтобы её открыть, уже просто нажимаем на вот эти стрелочки. Но так как это ни черта никому не интересно, переходим уже к панельке Tool. А у каждого инструмента, так сказать, и вообще любого действия из этой панели есть определённое описание. И оно отображается вот здесь. Здесь даже написано Hint и вот Ки, то есть горячие клавиши. Допустим, Full Volume, то есть полный объём. По сути, мы всю вот эту сетку сейчас просто как бы вот так вот зальём. Но мне этого делать не надо, поэтому Ctrl Z и я как бы нажал вот эту стрелочку. Далее, Fill. Fill заливает в оксли, все абсолютно в оксли такого цвета, который у вас выбран сейчас в палитре. Допустим, я сейчас выберу какой-нибудь такой красный, нажму Fill и абсолютно всё этим цветом зальётся. Даже если я после этого создам какой-нибудь такой вот фиолетовый кубик. И нажму Fill. А, так, всё зальётся опять фиолетовым. Мне нужен снова этот красный цвет. Нажимаю и всё абсолютно так же закрашивается. Иногда очень полезно, кстати. Далее, Zero. Он удаляет всё, что есть у вас в этой сетке. И, наконец, 2Х. Это как бы такой upscale в два раза. Очень иногда удобно. Кстати, стоит учитывать, что upscale также увеличивает значение и в этом поле. Например, если сейчас увеличу ещё в два раза, то здесь у меня будет уже 96, 96 и 104. А было 48, 48, 100. То есть, если эта модель при upscale выходит за рамки вот этой-то сетки, то здесь как бы добавляются необходимые координаты. Далее, панелька Select. А, значит, можно выбрать всё. Это, как всегда, у нас Ctrl-A. И мы выделяем абсолютно все эти объекты. А теперь, например, удерживая Ctrl, мы можем её двигать по определённым осям. И, кстати, он сразу привязывается к какой-то определённой оси. Поэтому не всегда это делать очень удобно. А чтобы задать определённую ось, нужно сразу как бы двигать в том направлении. Допустим, я сейчас удерживаю Ctrl, веду вправо, и модель двигается вправо. Если я нажму Ctrl и буду вести вверх, она будет двигаться вверх-вниз. А, например, если я хочу двигать её в какую-то другую сторону, мне придётся, походу, сначала её просто повернуть. Поэтому сверху это делать намного удобнее. Далее, куда же без инвертированного выделения? Только здесь оно не как обычный Ctrl-I, а Ctrl-L. Ну, предположим, я выделю сейчас этот кубик и создам какой-нибудь ещё. И мне нужно, наоборот, выделить именно вот эту вот сторону, а вот эту вот не выделять. Для этого я просто инвертирую выделение. Ну, вот так вот всё просто. А, ну, естественно, сброс выделения Ctrl-D, то есть клавиша None, которая сбрасывает просто абсолютно всё выделение. Далее, то, что вы выделили, вы можете скопировать Ctrl-C, вставить Ctrl-V. Только куда это вставилось? А, значит, вставляется оно туда же, где и находится. Вот так. То есть скопировали, вставили и подвинули. Далее, мы можем это вырезать. Оп. И переместить в другое место, либо удалить, как бы, либо вообще вставить. Так же, как мы её это скопировали. Но я думаю, что всё-таки функция удалить здесь более уместна. Хотя и клавиша Delete здесь тоже подойдёт. Далее. Rotation. А здесь мы выбираем, по какой оси на 90 градусов повернём нашу модель. Далее Flip, то есть перевёртыш. По сути, это просто отражение нашей модели, например, по горизонтали и по вертикали. Например, я хочу, наоборот, отразить вот эту вот... Не знаю, вот эту вещь по горизонтали. Например, по оси X. Нажимаю, и он у меня, как бы, вот так вот отражается. Сейчас это похоже на ходячую гориллу. Да, не обращайся внимания, у меня богатая фантазия. Далее. Так же по оси Y. В принципе, ничего не меняется. Но так кажется на первый взгляд. А я добавил специально такой вот элемент, чтобы было видно. А как бы здесь он отражается вот так. Ну, а если я буду отражать по оси Y, то он вот так вот перемещается туда-сюда. Ну, и, соответственно, по оси Z. Тут он прилетел. Окей. Далее. Панелька Loop. Она, как бы, смещает нашу модель по определенной оси на один пиксель, если так можно выразиться. Сделано это для того, чтобы можно было удобно сделать затайленный какой-нибудь элемент. Например, я могу просто, как бы, использовать движение, передвижение, как бы, объекта, удерживая Ctrl. И если я буду тайлить эти объекты, они, как бы, будут вот так вот бесшовными. Это чертовски круто и удобно для тех, кто собирается делать такие вот затайленные вещи. Но, видимо, для удобства сделали вот так вот по одному пикселю. Ну, и я уверен, что это будет действительно удобно. Кстати, не забывайте про оси X. Точнее, Z. В общем, все сделано очень круто. А мы, тем не менее, идем дальше. Scale. Сюда нам нужно вписать, как бы, значение, на которое будет увеличена наша модель. А, по сути, это тот же upscale, только не конкретно в два раза, а именно в то число, которое мы сейчас сюда ведем. Допустим, я веду сюда 1.2. И наша моделька увеличивается в 1.2 раза. А можно ввести сюда и отрицательное значение, чтобы уменьшить нашу модель в два раза. Например, я веду сюда 0.2. Нет, 5. И, по сути, я уменьшил эту модельку в два раза. А если еще раз? Вот так. Вот такой вот маленький, приятненький кубик с ножками. Ну и последний, у нас здесь остается repeat. Очень такая любопытная программка, точнее, любопытная функция, которая позволит нам сделать кое-что очень интересное. Допустим, введу сюда сейчас цифру 2. И мой кубик по всем трем осям повторился ровно два раза. Давайте сделаю это 6 раз. И по всем осям это чудо повторилось 6 раз. Очень прикольная вещь, когда нужно сделать что-то такое стильное или просто какой-то повторяющийся элемент. Ну, например, не знаю, что-то вроде забора такого необычного. В общем, применений здесь может быть тысячи, но сама функция одна. Итак, с этими функциями мы разобрались. А теперь идем дальше. Значит, я очищу сейчас все, что здесь есть. Я, опять же, использую для этого клавишу 0. Либо нажимаю стрелку на клавиатуре, которая еще называется Backspace. Далее, я хочу изменить себе, точнее, не себе, а здесь, а размер поля. Допустим, 32, 32 на 32. Нажимаем Fit Size и наша сеточка уменьшилась. А этого, в принципе, вполне достаточно сейчас будет. Итак, мы все удалили, что нам сделать? Первое. Мы можем либо залить полностью объект, и уже здесь что-то выдавливать, там что-то делать. Ну, что-то вот вроде такого. Но давайте, допустим, создадим какого-нибудь простенького персонажа. Значит, для начала было бы неплохо разобраться вообще с панелькой Brush. И начну я с линии, так как она здесь самая первая. Значит, переключаю здесь на режим Attach. То есть, если кто-то работал в ZBrush, то представьте, что это положительная координата, это отрицательная. То есть, если совсем просто, то Attach как бы создает, рисует, а Erase наоборот удаляет. И, конечно же, Paint, а сейчас я покажу уже так более примерно, не создает никакого объема, а только рисует как бы цветом. То есть, по сути, это тот же элемент линии, но сейчас это просто цвет. Далее. У этой линии есть два режима, Straight и Project. Точнее, Project. Значит, второй режим Project у нас при создании, точнее даже при пересечении с другими объектами, накладывает пиксели, воксели поверх этого объекта. Это иногда удобно, иногда это вообще не нужно. И чтобы так не делать, мы переходим в режим Straight. И тогда линия не создает новые воксели поверх старых объектов. Далее. Следующий инструмент у нас Circle. То есть, круг, сфера и так далее. У этого инструмента также есть несколько режимов. Но не забывайте, что на каждый этот инструмент действуют вот эти три модификатора. То есть, создание, вычитание и только краска. А значит, дальше. Мы можем здесь создавать как Circle, так и Square. То есть, квадрат. Далее. Сейчас, а, все это создается из центра. И, кстати, вот эта точка в центре объекта об этом свидетельствует и позволяет быстро найти центр этого объекта. А, но если я изменю здесь O на E, то оно все равно будет создаваться из центра. А разница лишь в том, что в этом центре либо четное, либо нечетное количество пикселей. А, например, O четное. Точнее, наоборот, нечетное, так как здесь один. И E четное, так как здесь уже 4 пикселя. В принципе, об этом свидетельствует и подсказка внизу экрана. Что ж, а все это, пожалуй, удалять пока не буду, еще пригодится. А, значит, следующий инструмент Pattern. Pattern позволяет нам размещать заранее заготовленные объекты. Чтобы их выбрать, перейдем здесь во вкладку Pattern и выберем что-нибудь отсюда. Например, вот этот замок. И теперь я его как бы просто могу разместить здесь на своем объекте. Вот так. Также могу разместить здесь и каких-либо персонажей. Например, вот этого кубика. Я же говорил, что мне богатая фантазия. Далее, самый простой режим Voxel Mode, в котором мы просто как бы рисуем вот так вот по одному пикселю. В качестве аналогии можно привести инструмент карандаш из того же фотошопа, в котором мы просто как бы рисуем. А также можем здесь просто включить Paint и уже именно раскрашивать. Но здесь не все так просто. У этого режима есть несколько тоже интересных модификаторов. А значит, как бы размер кисти сейчас у нас 1х1 пиксель. Давайте сделаю вот такой вот цвет, чтобы было видно. Но я могу его, например, изменить на 2х2 пикселя, 3х3. И в принципе делать это столько, сколько мне нужно. Правда, я не знаю, какое здесь максимальное число. Я еще не проверял. Предположим, добавим 50. И да, 50 здесь тоже работает. Но окей, не будем его мучить. Оставим всего лишь 5х5. Но опять же, мы можем создавать как 3D фигуры, такие примитивы, о чем нам свидетельствует вот эта надпись 3D. Либо наоборот создавать их плоскими. То есть такой вот один слой, как бы в один пиксель. Но при этом размер здесь также остается 5х5 пиксель. И как видите, он как бы прилипает к любой поверхности. А в принципе и тот, и тот вариант одинаково удобен. Поэтому я думаю, стоит пользоваться ими всеми. Но здесь можно создавать не только куб, но и сферу. Также можно в 2D, то есть такие вот плоские делать. Либо в 3D и создавать прям такие вот сферы. Но опять же, есть такой момент. Сфера создается из центра. Поэтому просто ее, например, вот так вот поставить сейчас не получится. Но это зато удобно, если мы хотим, например, как раз таки вычесть. Например, сейчас удерживаю Shift и как бы переключаюсь на режим Erase. Вот так вот вычел. Но сделаю сферу побольше. Например, 8 пикселей на 8. Ну вот, уже поинтереснее. Так, к слову, когда выбираете модель, обращайте внимание на то, где здесь вот переключение между моделью и паттерном. А кстати, чтобы сохраниться, достаточно нажать Ctrl-S. Я, кстати, тут недавно делал такого персонажика простого. Как раз пробовал эту программку. И, кстати, использовал тот же самый способ, который показывал в своем видео по созданию персонажа за 7 минут. Здесь, правда, чуть больше пришлось повозиться, так как он 3D-шный. Но в целом, как бы тоже много времени особо не занимает. Так, ну а мы еще не разобрались с такими инструментами, как Face. А поначалу я думал, что это заливка, но как-то я ее попробовал и понял, что это немножко не то. А если кто-то занимается 3D-моделированием, то знает такую функцию, как выдавливание полигонов. Так вот, это как раз-таки оно и есть. Я могу выбрать любой полигон и выдавить его в нужную мне, так сказать, ось. Ну, правда, всего в одну. Значит, если я наоборот хочу вдавить, то есть наоборот опустить, я нажимаю Shift и уже вот так вот опускаю, как мне нужно. У этого инструмента есть также несколько таких вот модификаторов. И значит, первый Color or Diameter Connectivity. А если я сейчас здесь оставлю Color, то при выдавливании, например, вот этого вот куска, у меня будет выдавливаться только этот цвет. А ну, однако, если я создам здесь второй такой же цвет, то как бы они вместе вытягиваться не будут. А ну, если я здесь включу от Geometry, то будет выдавливаться все, как бы, все, что находится на этом полигоне. Независимо от того, какие здесь цвета. Они все будут одинаково выдавливаться. А в то время как Color будет выдавливать только тот цвет, который мы выбрали. Вот, но с этим, я думаю, все понятно. А далее, второй режим для понимания еще проще. А значит, I use Palette Color or Rough Surface Color. То есть, мы можем использовать цвет из палитры, который мы выбрали здесь, либо цвет, который уже находится на модели. Предположим, выберу сейчас какой-нибудь такой вот, не знаю, желтый цвет. При включенном цвете поверхности, а я как бы буду выдавливать именно тот цвет, который уже находится на модели. Но, если я переключу здесь на цвет из палитры, то будет создаваться новый цвет, и только потом выдавливаться. Но, кстати, на Shift, то есть на стирание, это не действует. И, наконец, какие-то непатентные цифры. 4 и 8. Как бы, это режимы, в которых кисть будет искать соседние пиксели, с которыми она будет контактировать. Значит, опять же, возьму сейчас режим Paint, предположим, воксель. Возьму желтый цвет. То есть, вот это у нас основной пиксель, вокруг которого будут идти выдавливания. Далее, когда у нас здесь стоит цифра 4, то кисть будет искать 4 пикселя вокруг нашего полигона. Точнее, вокселя. Примерно вот в таком духе. А если же здесь я поставлю 8, то эта кисть будет также проверять и вот эти вот края. А значит, где это может понадобиться? Предположим, вот этот вот угол на замке. А при цифре 4 я буду выдавливать только вот эту сторону. Так как у меня кисть, как бы, ну, она не захватывает. А вот эти вот 4 направления, как раз-таки, то есть, вот у меня, как бы, центр. Давайте я его помечу. И вот эти 4 стороны здесь придется, пожалуй, создать. Вот так. Ну, и, естественно, вот этот вот воксель тоже. То есть, вот они 4. И, наконец, если я создам, точнее, включу там 8, то у меня также будет захватываться и вот эта часть. И вот это, и вот это, и вот это. А, собственно, чтобы это посмотреть более наглядно, ставим здесь 8 и выдавливаем сразу, как бы, с двух сторон. Вот это, как бы, один из случаев, когда эта функция нам может пригодиться. И, наконец, последний режим кисти, Box Mode, в котором мы просто, как бы, растягиваем, создаем, либо, наоборот, вычитаем именно кубик. А при включенном шифте мы будем, как раз таки, его вычитать. Здесь никаких дополнительных настроек нет. Что ж, создам сейчас новый документ. Он мне автоматически залился, но я пока это удаляю. Давайте создадим персонажа. Значит, пусть даже это будет 16 на 16 на 16. Вот этого вполне должно хватить. Предположим, создам вот такой вот кубик. А, ну, если я буду сейчас просто его тянуть вверх, то, как бы, получится немного не то, что мне нужно. Поэтому я включаю здесь в панельке Axis, то есть оси, включу здесь ось Z. И тогда растягивание будет, как бы, именно по вот этой вот оси Z. Правда, по всей длине. Соглашусь, не очень удобно, поэтому есть еще другой путь. Как бы, я сейчас создал вот этот вот кубик. Теперь просто беру Face и вытягиваю до нужной мне длины. Все. Ничего сложного. Так, и так как я не хочу, чтобы мой персонаж был розовым, я выберу ему другой цвет. И так вот мы дошли до палитры. А здесьшняя палитра на 256 цветов. А здесь можно загрузить свою, нажав Open и выбрав какую-нибудь из этих, либо создать свое. Но учитывайте, что размер у них строго 256 пикселей на 1 пиксель. То есть 1 пиксель это высота, 256 это ширина. То есть все ваши цвета должны быть вот так вот в одну линию. А здесь есть 4 палитры, между которыми можно переключаться. А четвертая, к слову, вообще пустая. И как бы я ее использую, чтобы добавлять сюда свои цвета. А здесьшняя палитра обычно, как бы, можно сказать, стандартная практически во всех программах. А первая уже более такие понтон цвета. Вторая просто оттенки серого. 256 оттенков серого. И наконец последняя, где всего их два. А чтобы добавить сюда какой-то свой цвет, нажимаем на вот эту кнопку Hue, Saturation, Volume. То есть яркость, контрастность, насыщенность и так далее. Как бы переключаемся здесь, нажимая вот эту вот кнопку. Между RGB и HSV. А здесь есть такая интересная вещь. Если я, например, сейчас раскрашу вот эту, например, верхушку в синий цвет, то если я захочу сюда добавить какой-нибудь новый цвет, похожий на этот, и буду его здесь изменять, то как бы сразу меняется этот цвет в палитре. И все цвета, которые я как бы рисовал, а точнее все элементы, которые я рисовал этим цветом, они также будут изменяться. С одной стороны это весьма удобно, с другой к этому надо привыкнуть. Кстати, насчет навигации. Здесь помимо мышки можно управлять еще и стрелками V, A, S, D. V и S приближает, отдаляет, а D и A они как бы вращают вокруг объекта. А кстати, для тех, у кого с цветом тоже не все очень хорошо, и кому трудно подбирать оттенки, здесь есть очень удобная функция. Значит, есть у меня вот такой вот темный цвет, и я хочу, например, чтобы он переливался в какой-нибудь такой голубоватый. Значит, я могу этот цвет скопировать, об этом свидетельствует подсказка внизу, удерживая Ctrl, и перетаскиваю его вот сюда. А почему именно так далеко, поймете чуть позже. Значит, делаю этот цвет чуть более голубоватым, такого небесного цвета. Попробую, как он здесь смотрится. Ну вот, предположим, вот так вот. А теперь, я хочу, чтобы между этими двумя цветами как бы образовался градиент, чтобы были все необходимые оттенки. Чтобы не подбирать это вручную, я удерживаю Alt, Shift, и левой кнопкой мыши перетаскиваю на нужный мне цвет. В данном случае, это вот этот голубоватый. И у меня автоматически создались все необходимые оттенки. А в принципе, это достаточно удобная вещь. Вашу палитру, которую вы здесь создадите, можно сохранить также в формат PNG, назвать ее как-нибудь. И потом ее также, собственно, открыть. Вот она в таком вот формате 256 на 1 пиксель. Даже несмотря на то, что здесь у меня всего лишь тут несколько цветов, все остальные как бы пустышки серые. А если я сейчас буду переключаться между палитрами на моем, так сказать, объекте, это тоже будет отображаться. Кстати, мне нравится эта ерунда. Можно с такими цветами сделать действительно прикольного персонажа. Ну и если я вернусь обратно на свою палитру, третья у меня сейчас пустая. У меня все тут сбросилось, но не страшно, так как я эту палитру сохранил, я ее могу сейчас открыть. И все эти цвета здесь у меня также сохранились. Это очень удобно, если вы хотите сделать несколько, так сказать, скинов, которые будут иметь просто разный цвет. Ну а я, тем не менее, перейду на первую палитру и буду здесь делать персонажа. Значит, что мне сейчас понадобится. Во-первых, я выберу кисть воксельную, проверю, что у меня здесь как бы все на один пиксель стоит. И чтобы мне здесь вот не искать в палитре нужный мне цвет, я зажиму Alt, чтобы активировать пипетку. Это вот эта вот кнопка пик воксель кола. То есть, удерживая Alt, и если я нажму левую кнопку мыши где-нибудь, вот здесь, на цвете кожи, например, то я уже буду рисовать именно этим цветом. Выберу, например, опять же, серый, буду рисовать серым. Далее, следующий. Я могу как бы залить определенный цвет нужным мне другим цветом. То есть, по сути, в аналогии это заливка в фотошопе. Я могу выбрать, например, вот этот вот розовый цвет, такой лиловый. И если я нажму здесь, то закрасится только весь этот цвет. Нажму серый, закрасится только этот серый. К слову, если здесь несколько элементов с этим цветом, то зальются они все. То есть, сейчас у меня как бы они находятся на расстоянии рука от друга, между ними есть другие пиксели, но, тем не менее, они заделиваются абсолютно все. И есть еще одна интересная функция утолить воксель по цвету. А, допустим, мне не нужны воксели вот такого цвета, серого. Я на него нажимаю и все воксели этого цвета у меня как бы вырезаются из модели. То есть, если привести аналогию с 3D Max, это как бы буллин-операция, в которой я из одной модели вычитаю другую. И в итоге получаю вот что-то вроде такого. Далее, вот эти 3 кнопки, которые я вам еще не показал, собственно, я вам показал уже на горячих клавишах. Это передвижение объекта, это выделение тоже в виде как бы кубика, прямоугольное такое выделение, подобие волшебной палочки в фотошопе, когда я выбираю только один цвет. И у этой волшебной палочки тоже есть несколько режимов работы. Значит, первая кнопка позволяет нам выделять как бы элементы с одним цветом. А вторая кнопка, в отличие от первой, выделяет только фейс, то есть, как бы только один полигон, только одну сторону. А предположим, вот я нажимаю и происходит вот так вот действие. То есть, как бы только с одной стороны. Если я вернусь к первой кнопке, то он будет выделять как бы просто весь вот этот элемент. Так, ну, думаю, с этим уже как бы понятнее. Далее, последняя кнопка Any Voxel позволяет нам выбирать абсолютно все воксели с этим цветом на этой сцене. Предположим, я сейчас выберу вот этот цвет и у меня выберутся все воксели, которые имеют этот цвет. Где бы я ни нажал, какой бы воксель я ни выбрал, а точнее в каком бы месте, они всегда выделяются все. И, конечно же, тоже поиск по соседям. Для примера, сейчас нарисую тем же самым цветом. Напоминаю, что пипетка у нас на клавишу White. работает по тому же принципу, что я вам объяснял на Face. Значит, при поиске четырех вокселей по соседству, вот этот соседний воксель выделен не будет. Но если я возьму здесь 8, то уже будет выделяться и этот элемент. вот так вот здесь все просто. Чтобы переключиться обратно в рисование, нажимаем либо Paint, либо Erase, либо Attach. Окей, осталось совсем чуть-чуть. Значит, построим еще вот эти вот панельки и наконец займемся персонажем. Во-первых, мы можем спрятать подсказки, а для этого нажать вот эту стрелочку. Далее мы можем сделать скриншот, нажав F6 либо вот эту вот иконку камеры и нам сразу предложат сохранить его в PNG. Также есть здесь кнопка включения альфа-канала на скриншоте. Я, кстати, так и не понял, зачем она нужна. Далее у нас есть консоль и есть множество различных команд, которые можно сюда ввести и выполнить какие-нибудь рутинные действия. Про команды я считаю лучше сделать отдельное видео, чтобы не затягивать, тем более, что их здесь достаточно немало, поэтому если кому интересно, заходите на официальный сайт либо по ссылке в описании и смотрите какие здесь есть команды. Однако что касается уже камеры, здесь у нас есть как перспектива, свободная проекция, камера, естественно ортогональная камера и изометрия. А здесь в изометрии я могу двигать только по определенной оси, а проще говоря, я могу ее только вот так вот вращать, а ну и приближать, отдалять. Все. В ортогональной проекции все гораздо проще, я могу ее как бы вот так вот вращать под разными углами. А ну и естественно перспектива, в которой мне комфортнее всего работать. Далее в панельке View я могу включить землю, а цвет земли можно также выбрать где-нибудь здесь в палитре, предположим вот такой, я выбрал цвет и здесь кнопка G Choose Ground Color. Нажимаю ее и у меня меняется цвет. А я могу здесь включить отображение теней, отключить отображение граней и собственно цвет этих граней я могу здесь также выбрать в палитре и нажать здесь кнопку E. Ну, по-русски она выглядит как E. Отлично. Также можно включить отображение сетки, но она как бы включается и отключается только на самой модели. Как вот эту сетку отключить, я что-то не нашел. И также можно включить проецирование самой этой сетки на вот этого вот в общем на все объекты которые здесь находятся. То есть давайте я сейчас даже немного подвину и видно что вот эта линия от сетки она также проецируется и сюда. Не знаю зачем это нужно возможно для чего-то это все-таки понадобится. А с другой стороны я вот так быстренько нашел середину этого объекта. так что пожалуй да функция определенно стоит внимания. Ну и естественно цифра 10 сейчас здесь стоит это сколько пикселей между каждой вот этой вот ячейкой. А например если сейчас здесь изменю на 12 то и сами эти ячейки увеличились до 12 пикселей каждая. То есть тоже настраивайте как вам удобно. Ну а мы наконец перейдем к созданию персонажа. Удаляю все лишнее сразу. Зажимаю shift чтобы включен был ластик и как бы намечаю ему сейчас ноги. И как-то здесь он низковато получился поэтому с помощью фейс я вытягиваю его почти до предела этого спрайта. А так легкая ротика и в принципе эти же самые цвета я пожалуй использую для самого персонажа. А я специально закрасил эту область чтобы мне как бы удобнее было ориентироваться. А теперь я могу взять фейс и просто как бы вот этот вот квадрат так удерживая shift естественно вот так вот вдавить до конца чтобы здесь вот такое отверстие получилось. А теперь также вдавлю ему тело примерно вот настолько но я хочу чтобы у него голова все-таки была побольше поэтому здесь я включаю ориентирование как бы по цвету и вот так вот уже по одному пикселю как бы выдавлю в сторону ну вот этого должно хватить к слову чтобы постоянно вот так вот не переключаться между этими режимами здесь есть горячие клавиши attach voxels T erase R и pain G итак создам ему что-то вроде рук но сначала намечу ему торс а теперь чтобы постоянно вот так вот не крутиться можно использовать симметрию здесь есть такая функция как mirror и соответственно оси значит включаю предположим ось x и все что я рисую с этой стороны как бы отображается по оси x для примера возьму другой цвет буду рисовать по оси y и тоже видим что здесь у нас как бы все вот так отображается и естественно по оси z то есть видим как она рисуется и сверху и снизу а можно использовать сразу все три симметрии что весьма круто таким образом можно придумывать быстренько какого-нибудь персонажа или использовать это для создания какого-нибудь игрового уровня в общем здесь есть где разгуляться а можно также использовать по отдельности какие-то оси использовать например только две определенные а сейчас мне понадобится только ось x и сразу цветом кожи пожалуй здесь намечу ему лицо хотя пожалуй это будет что-то вроде такой маски и то же самое сделаю ему со штанами вот так вот все быстренько и получилось отлично а теперь можно взять опять же ластик и немного стереть ему ноги а теперь можно добавить руки предположим что этот персонаж у нас уже готов а просто сейчас тут как бы намечу такие деталики маленькие специально сделал здесь такую ленточку скажем сплошной линии чтобы ее просто удобно было потом вставлять на скелет а далее предположим я хочу экспортировать эту модельку и для этого здесь есть функция экспорт и здесь выбираю нужный мне формат а по сути можно выбрать просто обж обж чтобы сохранить его формат 3d модели который уже можно вставлять в unity можно сохранить это как 2d спрайт и получится что-то вроде такого кстати перед экспортом можно еще сохранить свою модель и поиграться с различными модификаторами например можно удалить все невидимые воксели или закрасить их определенным цветом можно расширить модель на 1 пиксель в каждую сторону при этом зальется она этим цветом который вы выбрали в палитре либо наоборот ее так вот сжать также по 1 пикселю в каждую ось это конечно не апскейл но тоже можно получить интересный эффект и очень интересная функция фрактал модуль здесь есть рядышком функция рандом колор с помощью которого как бы каждый воксель закрашивается рандомным цветом но опять же не таким уж и рандомным как бы здесь много видно одних и тех же цветов а и сама собственно функция фрактала выглядит примерно так выберем допустим того же самого ниндзю и сейчас у нас он по цвету как бы вот так вот повторяется в определенном узоре для примера можно выбрать какую-нибудь другую модельку и смотрите что у нас тут получается тут уже целый игровой уровень можно сделать по такому принципу конечно добавить определенных деталей и все в таком духе но согласитесь в целом довольно таки интересная функция и определенно стоит в ней разобраться серьезнее если вы как-то накосячили с камерой здесь есть кнопка reset camera которая возвращает как бы его так вот в определенный угол а кстати что касается углов здесь есть такая вот линейка которая как бы вычисляет и наклон и все остальное достаточно удобная вещь чтобы потом по этим же цифрам настроить камеру например в самой unity и у нас остался здесь лишь рендер и панелька с анимацией но про анимацию я расскажу уже точно в другом видео а вот про рендер можно рассказать и сейчас пару слов размер изображения выходного можно указать вот здесь например это будет а 960 на 800 но можно указать и более крупная цифра далее можно включить global illumination то есть глобальное освещение выбрать так сказать степень мягкости тени то есть сейчас она вот такая вот грубая и наоборот после вот этого ползунка она такая вот мягкая интенсивность собственно света от солнца и вот общего так сказать света от света неба например то есть сейчас солнце вообще полностью выключено и как бы такое вот общее освещение ну и естественно туман можно добавить и настроить его цвет цвет выбираем сначала здесь в палитре и потом нажимаем здесь ну что ж ребята если вам понравилось это видео подписывайтесь и ставьте лайки а также делитесь этим видео со своими друзьями и если вы хотите чтобы я снимал дальше видео по этой программе и сделал в ней несколько интересных макапов для игры то под этим видео должно всего лишь набраться 200 лайков я знаю вы это можете так как предыдущее видео набирают по 300 и по 500 а вконтакте так вообще превышают эти цифры ну и конечно же не забывайте заглянуть сюда завтра ведь видео выходят каждый день поэтому если вы еще не успели посмотреть какие-то другие видео обязательно посмотрите их сегодня ну а я с вами не прощаюсь а просто говорю до завтра до завтра до завтра до завтра до завтра Субтитры сделал DimaTorzok